Про наука в Казанском федеральном университете. Кому поставили импровизированный зачет? Мы здесь впервые. Очень интересно, огромное количество людей, интересные очень мастер-классы, информационные стенды. Вот, начинаем просмотр. Спасибо! Научно-практическая конференция имени Лобачевского для школьников. Новая волна протестов в Израиле. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Александр Фирсов. В Казанском федеральном университете состоялась очередная серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ. О всех подробностях узнаете в сюжете Виктории Бояренцевой. Огнуться в мир лекций, конспектов, а также узнать о последних достижениях науки. «Про наука» снова собирает гостей в Казанском федеральном университете. На этот раз мраморный зал второго учебного корпуса вместил в себя более трех тысяч человек. Зачетная ночь – это шанс окунуться в студенческую жизнь, а вдобавок узнать о новых разработках университета. Открывали фестиваль проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и главный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов. Будущие абитуриенты, я надеюсь, будущие студенты и родители. В Казанском федеральном университете появится много новых абитуриентов, которых привлекут эти замечательные опыты, которые здесь проводятся, эти прекрасные демонстрационные стенды. На протяжении вечера ученые-преподаватели Казанского федерального проводили лекции и тренинги, а в холле университета прошли мастер-классы. В конце состоялась сессия. Ее можно было закрыть при посещении минимум двух интерактивов и одной лекции. Посмотреть, как эти небылицы были, скажем, среди компаний, среди простых людей, среди фильмов. Для гостей мероприятия были представлены три аудитории, где преподаватели вуза и приглашенные спикеры читали научно-популярные лекции. Темы самые разнообразные. С ребятами и их родителями обсудили небылицы эпохи раннего IT, поговорили об основах капитализма, рассказали, как создаются лекарства будущего и многое другое. На зачетной ночи каждый смог найти занятие по душе. Мы здесь впервые. Очень интересно. Огромное количество людей. Интересные очень мастер-классы, информационные стенды. Про наука в КФУ – научно-популярный проект Казанского федерального университета, который проводится с 2016 года. География участников растет с каждым годом. Каждый заинтересованный может воспользоваться уникальной возможностью стать студентом на одну ночь и узнать о самых последних достижениях из мира науки. Именно так прошел ежегодный фестиваль Про наука в КФУ. Фестиваль еще раз доказал, что наука может быть не только интересной, но и захватывающей. Виктория Бояринцева, Универ Ньюс, Универ Продакшн, Универ ТВ. Более 600 тысяч израильтян вышли на протесты в ночь на 27 марта. Демонстранты жгли костры и собирались устраивать палаточный лагерь на шоссе. Подробнее о причинах возникновения и последствиях протестов далее в сюжете. Биби мы не боимся. Так звучит лозунг, который скандировали протестующие у резиденции премьер-министра Израиля Бельямина Нетаньяху. На протяжении 12 недель в стране не утихали протесты. А в ночь на 27 марта они вспыхнули с новой силой. Причиной послужило заявление о снятии с должности министра обороны Йоава Галланта, который призывал правительство остановить судебную реформу. Министр обороны как раз выступил против правительства судебной реформы. Он был одним из главных противников того, что происходило перебалансирование принятия решений. Он выступил открыто против судебной реформы. Его уволили и, соответственно, он стал определенным символом противостояния с этой системой власти. Голодовка в знак протеста против политики Нетаньяху. Так свое несогласие выразили главы нескольких муниципалитетов Израиля. А около 6% населения страны вышли на улицы, требуя отставки правительства. Протестанты били в барабаны, жгли костры и хотели устроить палаточный лагерь на шоссе Айалан. Также были настроены баррикады из мусора и покрышек. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и водометы. Манифестанты обошлись бутылками и камнями. Но уже к середине ночи большая часть протестующих покинула улицы. Пожарные приступили к тушению костров, а рабочие стали разбирать завалы на шоссе. Скажем так, перебалансировка власти в пользу двух ветвей власти против третьей власти, да, я как объяснил, да. То есть фактически сегодня вполне законодательная власть между собой консолидирует усилия, а судебная, ну, как и теряет свою позицию. Вот эта перебалансировка, она по всей видимости недемократична, в понимании протестующих, может привести в дальнейшем к каким-то моментам, связанным с узурпацией власти, с сосредоточением власти в одних руках. И вот, собственно, в этом и смысл этих протестных акций. Конец демократии в Израиле. Так оппозиция описала новую судебную реформу, после принятия которой решение о назначении верховного судьи будет лежать на правящей коалиции. Президент Израиля Ицхак Герцог также призвал премьер-министра остановить судебную реформу, так как она ставит под угрозу систему безопасности страны. И, конечно же, в этих условиях политику в любом случае придется принимать во внимание точку зрения общественности, потому что случайными такие массовые выступления протеста не могут быть. И, действительно, власть, для того, чтобы каким-то образом урегулировать ситуацию, должна искать компромиссные решения. В результате протестов пострадали несколько десятков протестующих и трое полицейских. А утром 27 марта Нетаньяху сообщил руководителю правительственной коалиции о том, что судебная реформа, возможно, будет остановлена. Анастасия Уткина, Алина Красильникова, Универньюз. Медийное поле взорвало новость о том, что Ставропольский телеканал смог заменить ведущую виртуальным образом, созданным нейросетью. О том, правда это или фейк, разберемся с нашим экспертом Романом Королевым. Ставропольский телеканал «Свое ТВ» выпустил прогноз погоды с участием ведущей, созданным нейросетями, каждая из которых выполняет свою роль. Так, одна нейросеть отвечает за само создание виртуального образа ведущего, другая за текст прогноза, а третья за графическое сопровождение программы. Виртуальную ведущую зовут Снежана Туманова, у которой имеются даже свои социальные сети и поклонники. Вся эта шомека с нейросетями, мне кажется, перегретым трендом, потому что на инфополе раздули сообщениями, постами, статьями о том, что нейросея сгенерировала какое-то изображение, кого-то чего-то скрестила Гарри Поттера с пионерами или показала, как выглядели бы города, если бы они были людьми. Актуальность использования нейросети возрастает с огромной скоростью. В связи с эволюцией инновационных технологий, люди нуждаются в наиболее быстром решении различных задач, с которыми может справиться нейросеть. Преимущество нейронных связей состоит в том, что они могут самообучаться и выдавать более точный результат на основе полученных данных. Руководство Савропольского телеканала «Свое ТВ» считает, что выпуск, созданный нейросетью ведущей, выполнен успешно. Однако не все эксперты согласны с этим мнением. Так, Роман Королев, специалист по видеоконтенту, высказывается иначе. Он утверждает, что это не совсем сгенерированная нейросетью девушка, а некачественно отснятая на хромакее живой человек. По его мнению, нейросети еще не достигли такого уровня, чтобы изображение человека сгенерировалось на уровне моргания, мимики, движения и мышц. Это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности, то есть не совсем не соответствует, потому что ребята просто использовали американский сейвиз, который берет ведущих, на хромакее их записывает, а потом с помощью нейросети, но не генерирует образ, а просто делает липсинг под их речь, то есть подгоняет артикуляцию под то, что говорит. По словам специалиста видеоконтента, новости с нейросетями в инфополе — обычный мыльный пузырь. Нейросеть является лишь инструментом при создании виртуального образа. Она выполняет команды людей, и не всегда это получается сделать с первой попытки. На самом деле, этот человек генерирует очень большое количество запросов. Это такой километровый просто текст, желательно на английском языке, потому что русский нейросет еще не очень хорошо понимает. И этот человек придумывает сначала, а потом пишет, что должно выглядеть. Например, там должна быть женщина сзади, должна быть мальчей, там у нее должен быть какой-то азиатский наряд и всякое такое. С появлением новых инновационных технологий возникает большое количество вопросов. Сможет ли нейросеть заменить физические и умственные способности людей? Специалист Казанского федерального университета утверждает, что нейросеть не способна заменить деятельность человека, так как генерировать мысли в наше время могут только люди. Адалина Каюпова, Алина Красильникова, Универньюс. С 24 по 27 марта в стенах Казанского федерального университета состоялась уже 8-я международная научная конференция имени Николая Лобачевского. Демонстрировать и защищать свои проекты приехали ребята из разных регионов страны. Более подробно – далее в сюжете. В Казанском федеральном университете 24 марта прошла регистрация участников конференции. После чего на выходных ребята защищали свои работы перед экспертной комиссией. Участники получили электронные сертификаты, а победители – дипломы и дополнительные баллы по выступлению. В заключительный день состоялось награждение, которое в связи с большим количеством участников проходило сразу в двух зданиях университета. Победители и призеры, выпускники и участники конференции имени Лобачевского имеют право представить на дополнительные баллы при поступлении. Победители этой конференции получат 5 баллов к поступлению к баллам ЕК, а призеры получат 3. Конференция дает отличный шанс показать свои способности и услышать критику от экспертов. А для ребят из других городов – ближе узнать культуру Татарстана и завести новые знакомства. Ведь на мероприятия съезжаются люди из разных уголков мира. Каждый год наша школа участвует. В прошлом году тоже приезжали. Но вообще из Якутии мы тут встретили многих участников. И интересные конференции. Ежегодно приезжаем. Ждем места. Софья Анохина – пятиклассница из Казани, которая уже второй раз выступает на конференции. Она выбрала интересную тему – пословицы и поговорки в русском и английском языках. Мы решили продолжать эту тему, потому что она очень интересна, актуальна в наше время. Потому что сейчас ученики мало знают, они знают какой-то сленг, но он не такой. Пословицы и поговорки – это какая-то народная мудрость, которую, мне кажется, должен знать каждый ученик. В прошлом году ученица занялась данным проектом второе место. Готовила материал она не одна. В этом девочке помогала учительница по английскому языку. Несмотря на волнение, Софья хочет и дальше участвовать в конференциях Лобачевского. Я второй раз здесь уже. У меня в прошлом году учительница по английскому языку сказала – давай писать работу. Мы согласились, потом нам сказали – идите на конференцию. Мы прошли заочный тур, ну, как и в этом году, и на очный попали. Вот. Мне очень понравилось в прошлом году. Впервые научная конференция была проведена в 1980 году среди школьников Малого Казанского университета. В настоящее время проекты презентуют учащиеся Ульяновской, Кировской областей, Республики Башкортостан, Якутии и многих других регионов. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!